Здравствуйте, меня зовут Валентин. Сегодня вашему вниманию предлагается рассмотр видео по нанесению декоративного материала «Магия» торговой компании «Файдаль». Что для этого изначально нужно? Сам материал само собой, квадратура небольшая, то есть такого вот плана материал «Магия». Как подложка будет использоваться краска той же фирмы «Файдаль» и «Латекс Мат». Изначально подготовка поверхности вышпаклевывается ровно, потому что материал довольно-таки глянцевый, любой неровности у вас покажутся, вырезаются. Поверхность прогрутовали, то есть она не мажется, не пачкается. Выровняли впитываемость. Приступаем к покраске именно, непосредственно, именно самого подложечного слоя. Материал затонирован, цвет Е7-31. То есть, в принципе, прокрашивание проходит как дополнительный цвет, чтобы не просматривались какие-то белесые пятна. Материал можно тонировать в разные цвета, подложку так же самое. Если вы хотите несколько цветов, абстракцию создать, то, в принципе, подложку можно тонировать в один цвет, материал в другую. То есть, у нас заказчик продал монотон, поэтому и сама подложка, краска и материал в одном цвете. Валик я использую велюровый. Почему? Потому что он оставляет самую гладкую поверхность, без каких-либо шероховатостей. И вот таким вот образом проходит прокрашивание полностью всей поверхности. Подготовка самой поверхности к нанесению декоративных материалов. После прокрашивания будем приступать к нанесению непосредственно самого материала. Итак, наша подложечка уже высохла, то есть, было прокатано два слоя, чтобы была хорошая укрывистость, чтобы не было каких-то перепадов цветов, чтобы наша подложка была идеальная под нанесение следующих слоев. То есть, выглядит вот так вот. Это все высохшее у нас уже. То есть, как бы готово полностью к нанесению самого декоративного материала торговой компании FIDAL Magno. Сейчас еще раз показываю. Материал выглядит вот так вот. Способы нанесения есть разные. То есть, можно шпателем, можно кистью наносить. То есть, кому как удобнее. И плюс еще, какой рисунок, какую именно структуру декоративного материала вы сами хотите на вашей поверхности. То есть, часть я уже начал наносить. То есть, такого вот плана выглядит вот так вот материал. Я наношу шпателем. Рисунок довольно-таки своеобразный. Чередование самого материала, скажем так, с именно стропками, которые дает просто перламутр без самого материала. То есть, если сейчас будет видно, я покажу. То есть, вот это вот, и именно идет перламутр. То есть, более темные места, это накладывание более толстый слой самого материала. Материал я разбавлял где-то процентов на 10, чтобы он был более жидкий. Чтобы его было легче наносить. Чтобы он не так сильно тянулся за шпателем. Опять же таки, это чуть-чуть дает больше времени для нанесения. Он не так быстро высыхает. Вот. Чтобы показать, как это все делается, сейчас я продемонстрирую. То есть, именно само нанесение декоративного материала. То есть, мы накладываем на шпатель то количество материала, которое вам необходимо. Вот. Потом именно приступаем к принесению самого материала на стену. И формируем рисуночек. Главное, чтобы у вас не было пропусков. То есть, вот такие, как здесь, может быть, будет видно. То есть, именно это просматривается с самого подложка. То есть, материал нужно наносить так, чтобы не было каких-то островков ненужных. Чтобы полностью весь материал был на всей вашей поверхности. Потому что подложка сама по себе матовая. Материал глянцевый. И если где-то вы что-то пропустите, это все после высыхания будет отчетливо видно. То есть, равномерным слоем старайтесь нанести ваш материал на ту поверхность, которую вы сейчас будете формировать рисуночек. То есть, сколько материала возьмете, сколько. Накройте. То есть, такого плана. Нанесли материал, приступаете именно непосредственно к формированию самого рисуночка. То есть, такими вот движениями. Чуть-чуть неудобно. Телефон в другой руке. Просто вторым шпателем, накидным, да, излишки нужно снимать. Именно с гладилки самой. То есть, сформировали рисуночек. У вас есть время отойти, посмотреть. Где-то, если есть излишки, хоп, сняли. Да, на другое место положили. Сделали прокторное формирование рисунка. Вот. И проходите дальше. То есть, в принципе, схема нанесения этого материала в моем, скажем так, как в моей интерпретации. То есть, такова. Если у вас есть какие-то другие, возможно, варианты пожелания нанесения, я же говорю еще раз, материал можно наносить либо же тем же самым кельмой, да, то есть, но по-другому, либо кистью более широко разбавляете, более, то есть, больше процентов воды добавляете и наносите на вашу поверхность. Вот такой вот у нас готовый материал получился по итогу. Когда уже все сделано. Все. Осталось только снять малярочку. И все у вас готово. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...